Привет всем! Сегодня будем готовить рыбный суп. Очень вкусный, недавно готовили, все пальчики облизали, язык проглотили, но в итоге делаю, говорю, состав. Нам понадобится сардина натуральная в масле, тунец рубленный в масле, в принципе не обязательно тунец, ну у кого что есть. Потом масло сливочное, перловая крупа, перец душистый горошком, лавровый лист, порезанный мелкими квадратиками лук, морковка также мелкими квадратиками, картошка, масло подсолнечное с добавлением оливкового я использую, в принципе можно и простое масло подсолнечное, соль и бутылированная вода. Нам надо сейчас налить воды в кастрюлю. Наливаем примерно половину и поджигаем газовую плиту и ждем пока она закипит. А тем временем поджигаем вторую комфортку и делаем мы пережарку. Берем сковородку, разогреваем. Сковородка у нас разогрелась, добавляем масло. Подсолнечное и сливочное. И начинаем ждать пока все это дело у нас растопится. Ребят, делаю все на глаз. Луковица одна, морковка. Такая маленькая, небольшая, тоже одна. Три картошки. Вот. Ну, все видите сами. Наше масло растопилось, теперь можно добавлять лук. И начинаем обжаривать его. Пока лук у нас жарился, я открыл две банки с рыбой. Теперь у нас золотистый оттенок лук дал. Теперь загружаем туда же морковку. И дальше пережарку делаем. Чтобы наша водичка закипела побыстрее, надо ее подсолить нам. Плотность поменяется и водичка закипит. Наша пережарка готова. Выключаем газ и ждем пока закипит у нас водичка. Водичка у нас закипела. Можно теперь туда отправлять нам картошку. Картошку отправили. Теперь туда высыпаем перловку. Перловку специально, ребят. Почему не к руку другую, а перловку. Вот попробовали раз, всем понравилось. И вот теперь сейчас у нас закономерность пошла в этот суп добавлять перловку. Теперь ждем пока закипит. Накрываем крышкой и ждем. Ребят, у нас водичка закипела. Теперь нам надо туда пережарку добавить. Добавили, теперь нам надо, можно сделать. А, кстати, водичка. Вчера купили в глобусе, 50 рублей стоит. Это не реклама. В итоге не сладкая, аромат обалденный. Прям малинный. Я не знаю, прям, это только пробовать надо. Есть три вида, кстати. Лимонную я попробовал. Вот эту попробовал. А лайм и мята еще есть вид. Пока не пробовал. В следующий раз попробую обязательно. Так, это две бутылочки купили мы. Дальше что нам надо сделать? Размять наш тунец и отправить тоже в кастрюлю. Размять для чего? Чтобы всем досталось. А не так одним куском, кому-то чтобы это досталось, кому-то нет. Вот в связи с этим это дело надо все разминать. Ай-яй-яй-яй. Это страшно, протру. Сейчас раздраконю и туда. Вот. Теперь накрываем крышкой и ждем мы, пока закипит. Так, смотрим. У нас закипело. Теперь нам надо убавить на маленький огонек, но чтобы кипело. Смотрите. Оставить минут на 50. Больше не надо. Смотрим, пробуем мы. Сейчас на соль. Надо добавлять, не надо. В моем случае надо соль добавить. Чуть-чуть попозже. Еще, если надо будет, я добавлю. Водички сейчас глотну. Водичка очень прекрасная. Тихончик, как в старину. Удивительно вкусно. Прошло некое небольшое время, там пару минуток. Просто забыл. Надо нам горошек душистый добавлять уже пора. Ой-е-е, что я много зацепил. Нам надо всего-то очищивать для запаха. Стучек 5-6 достаточно, я думаю, будет. И лавровый лист. Ну, в принципе, за полчаса до готовности добавим. Ребят, остается минут 15 до конца приготовления. Я вот лаврушки, там, 3,5 листочка уже загружаю. Ребят, прошло 50 минут. Супчик у нас готов. Запах обалденный. Можно уже накладывать. Смотрите, вот какая у нас красотища здесь получается. Перловочка вся разварилась. Как нужно. Рекомендую этот супчик кушать вместе с зеленью. У меня здесь укропчик, петрушечка и зеленый лук. Ребят, вот такая вот красотища получилась. Приятного аппетита. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.